Приветствую вас на нашем канале, посвящённом ремонту против своими руками. В данном видео отвечу на вопрос, такое часто спрашивают, зачем я вытягиваю степки вот такие вот заштукатуренные уже цементом, в принципе они менее ровные, зачем я их вытягиваю ещё штукатуркой? Намстил, вообще что такое намстил? Намстил, это можно я беру слой, леготурки, и вот так вот фирмулема. То есть я не по маякам тяну, а просто, ну, навстил, как-то там занимается. Зачем, почему я оттягиваю штукатуркой, а не шпаклёвкой? Тут всё просто. Шпаклёвка, даже вот если вы такую стенку будете тянуть на два раза, она у вас не закроется полностью. У вас вот эти вот негромности, они останутся даже после второго раза. И даже, возможно, останутся после третьего раза. Вот на четвёртый раз, да, она вот такая уже, такое закроется. Поэтому, так как толщина нанесения в штукатурки больше, без разницы какой, то я снова протягиваю штукатурку на взгибе. А после этого я уже тяну вот по вот этому слою, вот тут уже нанесён на берег свой штукатурки. По нему я уже тяну на два слоя шпаклёвкой. Это под обои. Вот такие вот стены. То же самое. Сейчас покажу. То же самое стены из гипсокартона. Когда приходишь на квартиру в новостройках, ну, очень редко гипсокартон прямо, ну, идеально ровно сделать. Ты под себя-то я делаешь, чтоб он ровненько был, чтобы его, там, попараться за шпаклевал. А в таких новостройках, правило, он вообще неровно. Ну, там перепады бывают. Здесь, наверное, не видно. Ну, вот. Тоже. Вот эти вот все перепады, где лукок идёт. Тут тоже неровно. Поэтому. Я так же здесь выхожу штукатуркой на первой струе. А потом тяну шпаклёвкой. То есть вот так вот. Это называется протяжка на стил. Ну и смотрите, что будет. Ничего не попадало. Потом вот по такому шпаклёвку тянуть очень легко. Можно даже, в принципе, вот если совсем ровно, можно даже потолще на один раз. Ну, как бы я вообще всегда протягиваю шпаклёвку для обоев на два раза. Так вот, неизвестно, какие будут обои. Бывают обои такие, что там просто вот всё видно. Даже плохо зашлифовал шпаклёвку и начинаешь клеить обои. Они там почти без рисунка. И вот прям всю фактуру, видать, даже клей попадает. И то там, видать, остаётся вот сухой клей. И то бывает видно под обоями. Поэтому вот все такие стенки я всегда штукатурю, ну, прохожу штукатуркой, штукатуркой на взгилку. И потом уже на два раза шпаклюю. И потом уже, ну, грунтуя обои. Если стены под подкраску, ну, там уже, там по другому идёт. Там, получается, штукатуришь, ну, допустим, так же на взгилку, это, потом шпаклюешь, потом клеишь валутинку, потом шпаклюешь на валутинку, шлифуешь, и потом уже подкраска. Ну, потом, как видео сниму, как готовить стену под подкраску. В общем-то всё. До свидания.